Я напоминаю, что с моей точки зрения уроку посвящается Люба Бат-Михаэль, которая ушла из жизни 9-го тюрьма в 1782 году, моя жена. И во многом благодаря ей, я надеюсь, мы можем продвигаться по самые трудные из книг пророков, в книге Ихискеэля, потому что, как я несколько раз уже говорил, можно многое понять, можно многое как-то в голове уместить, но выразить ясными словами, расписать четко и конкретно – это совершенно другая задача, и вот здесь я бы без нее совершенно не справился. А теперь мы возвращаемся к вами в книге Ихискеэля. Я напоминаю, что Ихискеэль находится в Бавеле за 11 лет до разрушения храма, за 6 лет до разрушения храма он начинает пророчествовать, он видит видение, которое называется «Видение колесницы». Цель этого видения – показать снабьям Израиля, что Всевышний не оставил мир, он продолжает им управлять, его воля мгновенно распространяется как через ангелов, так и через царей, которые правят в мире, и нет такой власти, которая бы не подчинялась полностью Всевышнему. В принципе, это цель этого видения. Видение очень сильное, Ихискеэль с трудом его выдерживает, он падает на лицо свое, Всевышний переносит его из того места, где он находился со своими учениками, переносит его в город Тель-Авив, где он 7 дней сидит, и на него никто не обращает внимания. Тогда Всевышний забирает его обратно в то место, где он был с учениками, и он запирается в доме, и там рисует по высшему повелению схему осады Рушанайма, и 390 плюс 40 дней он сидит около этой схемы, изображая осаду города и изображая, если так можно сказать, как божественное присутствие, с одной стороны, находится вне города, и оно вместе с врагами, а с другой стороны, оно переживает и, если так можно сказать, страдает вместе с сыновьями Израиля. Дальше Ихискелю было велено сбрить с тела все волосы, и мы подробно рассмотрели, что означает этот образ, и далее Всевышний переносит его в Иерушалайм. После, надо сказать, что после того, как он прибавит все волосы, и это первый день после того, как он встает, вот этой схемы осады города, к нему приходят старейшины, которые сидят перед ним, они сидят, молчат, и он молчит, тогда Всевышний берет его и переносит Иерушалайм, для того, чтобы показать, какие страшные преступления совершаются там. То, что для нас было очень важно, мы понимаем, что та картина, которую ему показывает Всевышний, это взгляд с точки зрения духовного мира, с точки зрения, если так можно сказать, самого Всевышнего. Есть взгляд как бы снизу, есть взгляд сверху. Есть суд земной и есть суд божественный. Суд земной судит по, так сказать, простым правилам. Причина – следствие. Если кто-то кого-то убил, не дай бог, его судят, приговаривают к смертной казни. А небесный суд, он учитывает и мысли человека, и намерения человека, и учитывает состояние поколения, и насколько, скажем, понятия предыдущего поколения, испорченные, извращенные передались в это поколение, как их искоренить. Говорят, что Всевышний наказывает детей за грех отцов. В том случае, если дети продолжают грех отцов, смысл этого заключается в том, что старый грех, укоренившиеся представления, их труднее выкорчевать, их труднее искоренить. Поэтому наказания, которые достаются детям, если они повторяют грех отцов, перенимая понятия отцов, перенимая их ошибки, и уже превращая их во что-то должное, обычное, то наказание бывает сильнее для того, чтобы вернуть, выкорчевать эти представления. Вот очень во многом об этом, или, скажем, картины, которые показаны Кискелю, в них два момента очень стоит подчеркнуть. Во-первых, это то, что Всевышний показывает, что старые грехи не изжиты, хотя и до упакованства, может быть, не распространяется в такой форме, как оно было воином царя Минаше. Но представления, которые выработались в период царя Минаше, они остались в народе, и они подрывают его духовную основу. Это первый момент. И второй момент, который мы с вами начали разбирать, это не ответственность человека, и особенно праведника, за то, что он не остановил преступление, когда он мог это сделать, или, по крайней мере, не попытался остановить преступление. Преступление здесь с точки зрения небес, может быть, неверные представления о Всевышнем, о жизни, о морали. Вот он ничего не попытался сделать, и мы тут на этой ноте с вами вернемся в Иерушалаем вместе с Ехисхиелем и вспомним, что после того, как Всевышний показал ему грехи, которые совершаются в Иерушалаеме, он показывает ему разрушение Иерушалаема. Теперь я должен сделать шеер. Это одна минута, одна секунда. Я надеюсь, все у нас поднимется. И Всевышний показывает ему, как приходят разрушители, их шесть человек. Мы с вами говорили о том, что, может быть, упомянули, может быть, нет, что для того, чтобы разрушить дом, фактически достаточно было одного ангела. В дом пришли два ангела. Один для того, чтобы вывезти лота, а другой для того, чтобы разрушить город. А здесь потребовалось шесть человек. И мы понимаем, что это намекает на то, что Иерушалаем – центр мира, который связывает верх и низ, и связывает все стороны света. И эти разрушители, их, естественно, чем больше, тем больше ответственности. Ответственность Иерушалаема, естественно, всех сыновей Иуды, в том, что они должны были построить линию связи всего человечества со Всевышним, и соединить все четыре стороны света, то есть все народы с Иерушалаемом, с городом мудрости и с горным пророчеством, о котором Ижаяу говорит, что из Сиона выйдет Тора, и слово Всевышнего из Иерушалаема. Это должно было быть. Все народы должны быть ссоединены к этой центральной точке. Этого не произошло. И теперь, как мера за меру, приходят шесть разрушителей, а не один, как в доме, который просто переворачивает дом за те грехи, которые творятся в нем. Мы видим, что божественное присутствие, в третьем предложении видим, что божественное присутствие уходит из храма раньше, чем он разрушен. Напоминаю, что это происходит все в видениях, как бы Ихискель ходит по городу, но он не видит его, допустим, или его душа перемещается в городе, но он не видит ни торговли в городе, ни военных приготовлений, ни совещаний у царя, ни заседания санитрина. Он видит сейчас, в данный момент, он видит будущее разрушение, то разрушение, которого еще не было, то разрушение, которое произойдет где-то через пять лет. И вот один из ангелов, седьмой, как мы с вами можем видеться из Гемары, у него чернильница писца на поясе, и он должен отметить праведных людей. Михаила в прошлый раз правильно сказала, что я ошибся, сказал, что это когда приводится с ангидрин, она приводится в трактате Шаббат на печатат пятом листе, там, где разбирается запрет писать в субботу, там же возникает вот и рассказ об ангеле, который должен пройти к Рушалайму и поставить букву ТАФ на лбу у праведных людей. Здесь приводится, я вынес этот лист из трактата Шаббат, попробуем быстро его просмотреть. Здесь приводится диалог, как бы меры милости с мерой суда, и заранее можно сказать, что мера суда побеждает. Интересно, о чем идет этот диалог. И вот написано и сказал Всевышний ему, пройди по городу внутри его Шалайма и Тавида ТАФ поставь знак. Тавида ТАФ поставь знак. Буква ТАФ, как говорят комментаторы, это как бы естественно отсюда сказать, что Тавида ТАФ – это буква ТАФ. Мы помним с вами, видели с вами на картине Рубеля, что ТАФ, которая была в период первого храма, это такой крестик, это не наша буква ТАФ, это так в скобках, поставь ТАФ на лбу у людей, которые вздыхают и стонут о всех несчастьях, о всех отвратительных делах, которые делаются внутри него, внутри города. Вот мы видим четвертое предложение здесь, да, и поставь знак на лбу людей, которые вздыхают и стонут изо всех мерзостей, которые делаются в нем. Естественно, что нет ничего случайно, каждое слово пророка очень точно и важно, мы понимаем, что люди эти вздыхают и стонут, они понимают все, что происходит, но они ничего не делают или они не могут ничего сделать. Нет людей, кроме Еремияху, которые пытаются обратиться в городе Рушалаеме и к правителям, и к его жителям и указать на те недостатки, которые есть прежде всего в моральном плане, которые должны быть исправлены. И только от этого зависит спасение города, которое уже очень-очень, если так можно сказать, трудно добиться этого спасения. Только Еремияху. Нет у других людей. У него нет, у Еремияху нет учеников, нет последователей, мы не видим их, да, и все, но есть правильные люди, как мы понимаем из этого предложения, стиха и комментарии, гемары, но они вздыхают дома и не пытаются обратиться к другим. Сказал ему Всевышний Гавриэль, иди и напиши на лбу праведника букву Тав чернилами, чтобы над ним не властвовали Малахей и Хабалати, ангелы, которые придут поразить город, а на лбу злодеев поставь Тавшильдам, напиши кровью ту же самую букву на лбу злодеев. Не думаю, что эти подробности здесь очень важны для нас, достаточно нам было бы знать, что отмечены праведники, но тем не менее, как Агада, как рисунок гемары, можем представить себе, что есть у него что есть у него две возможности у Гавриэля, одна черная буква Тавши чернилами, а другая буква Тавши красными. Одна отмечает тех, кто достоин спасения, а других тех, кто злодеев. Зачем, чтобы над ними властвовали Малахей и Хабалати, ангелы, которые приходят поразить? «Сказала мера суда перед Всевышним». Мы понимаем, что это аллегорическое описание, которое дается нам. Вообще, как бы, вся вот эта структура ангелов и все, что мы видим, все, что дается пророку видения, это некоторая, скажем, картина, иногда подвижная, иногда с голосом, которую рисует Всевышний, для того, чтобы показать пророку, как он управляет миром, потому что, как он управляет миром, те силы, которыми он управляет миром, они представлены как ангелы, которые могут ходить, действовать, говорить. Мы увидим в этом видении, или мы уже говорили об этом, что у ангела как бы есть свобода выбора, он идет, он делает, он удивляется, он приходит, он докладывает, он не торопится совершить действия. Все это картина, которая дается пророку Всевышним, как бы в надежде, что пророк поймет. Нету никакой свободы выбора у ангелов, просто все это отображает какие-то, скажем, тоже с человеческой точки зрения, какие-то движения, движения, я бы сказал, движения души, мысли, которые есть у Всевышнего. Опять же, образно мы мы знаем из-за годы в Брохот, что мы знаем, что из-за годы в Брохот говорится, что Рабио Ханам говорит, откуда мы знаем, что Всевышний молится. Всевышний молится, как Всевышний молится, Рабио Ишмаэль приводит картину, он первый священник, он однажды зашел в святая святых для того, чтобы принести воскурение, и как бы он представляет дело так, что есть мера милости, есть мера суда, и они как бы разговаривают между собой, в какой-то смысле борются между собой. Опять же, опять же, это картина, которая дается для того, чтобы что-то понять и осмыслить, но не для того, чтобы буквально понимать, что у Всевышнего есть развоенность, и он сам борется с собой, что у него есть какая-то развоенность личности. Мне кажется, что об этом все время нужно помнить и напоминать себе, что, как сказал раби Ишмаэль, тот же самый, что Тора, или точнее, внук этого раби Ишмаэля, тоже раби Ишмаэль, что Тора говорит на языке людей. Нам дается некоторая картина, чтобы мы могли ее понять, но не для того, чтобы мы думали, что буквально где-то бегают ангелы, что-то они решают, где-то сидит Всевышний, сам сомневается и так далее. Это все как бы мир нам неизвестный, мы только верим в то, что есть принципиальное единство Всевышнего, абсолютное единство, и его власть абсолютно. Если мы в это верим, то тогда дальше мы можем рассматривать все эти картины. если мы в это не дай бог не верим, то эти картины, как мы знаем из примера в трактате Хагига на 14 листе, то эти тогда, эти картины пророчески, они приводят к ошибке человека, к ужасной ошибке, которой можно приравнять, и не можно, а приравнять кедоупоклонству, уходу от веры, то, что власть Всевышнего абсолютная и то, что его единство абсолютное. И если мы это вспомнили, то мы можем дальше продолжить читать Агаду в трактате Шаббат, который нам рассказывает, сказала мера милости перед Всевышним. Ревуноши лунам, господин мира, мани штану элу меэлу, чем отличаются эти от этих? Вот ты от них взял и велел пометить те черными чернилами, они спасутся, а других ты велел пометить красными чернилами, и они не спасутся. Мы знаем, что это очень частый вопрос меры суда. Чем отличаются эти от этих? Вот при переходе через море мера суда спрашивает, а чем отличаются сыновья Израиля от египтян, которые их преследуют эти и доупоклонники, эти доупоклонники. это постоянный вопрос меры суда. Аллаху говорит ему как бы о мере суда отвечает, аллаху это полные праведники, а эти полные злодеи. Вот я велел отметить полных праведников и полных злодеев. Сказала перед ним мера суда господин мира, они могли протестовать и не протестовали. Те, кто у тебя полные праведники, мера суда говорит, надо вспомнить, что они могли протестовать и не протестовали. Сказал ей мере суда Галуев и Дулеф, она известна мне, что если бы они протестовали, то не приняли бы их протест, ничего бы у них не получилось, стояли бы на площади, кричали, никто бы не услышал. Что говорит ему, Всевышний говорит, не протестовали, хорошо, но я знаю, что их не услышали. И Мер суда задает еще один вопрос, который часто ей приписывается в Индизовер, говорит, ну, хорошо, Всевышний, ты знаешь, но они-то не знают. Они-то не знают, что вы их не услышали. Они же не попробовали, их в них помидорами не кидали, они же даже не попробовали. И поэтому это не ответ, что ты знаешь. Они виноваты тем, что они не попробовали. Мы с вами столкнулись здесь с этим в книге Ихискеля, когда Всевышний говорит Ихискелю, ты должен сказать им, если ты их предупредил, если ты их предупредил, то каждый тогда злодей за свой грех умрет. А если ты не предупредил, и злодей все равно злодействует, ты виноват в том, что он злодействует. Ты должен был предупредить. Я не только предупредить, но и возражать, протестовать, маху, протестовать, это протест. Поэтому и написано поэтому написано написано, это у нас здесь книги Ихискеля, написано, что старца и молодого, и девушку, и младенца, и женщин, убейте, дароулы машхит, истребите, вальколь иш, ашер ала ватап аль тикшу. А всякий человек, тоже у нас написано, у которого на лбу знак, к нему не приближайтесь. Умим макдишей, умим макдишай, умим дишай та хелу, и со святых моих начните, начните, как сказано, начали поражать со старейшим, с Сангедрином, скорее всего, начали поражать людей самых праведников, самых праведников, которые находились перед домом, находились перед храмом. Рав Юсеф говорит, не макдишай, а макдишай, надо было вычитать, хорошо, значит, про святые мои. Это люди, которые исполнили всю Тору от Алиф и до Тав. То есть, Рав Юсеф видит, что поражение началось как раз с тех людей, которые были отмечены буквы Тав, которые были отмечены буквы Тав, самых больших праведников, которые были отмечены буквы Тав, и про них можно сказать, что они исполнили всю Тору от Алиф до Тав. Это означает этот знак Тав на их лбу, все полные праведники от Алиф до Тав. И тут же эти шесть человек приходят от верхних ворот, обращенных на север, и у них орудие разрушения, и один среди них одет в белые одежды. Почему те моменты, которые неясны, мы сейчас разберем, давайте познакомимся просто сахадой, почему останавливаются около жертвенника медного, который мы говорили, что на самом деле не медный, сказал им Всевышний, начните с того места, откуда говорят песни мне, из места, откуда меня просравляют. То есть мы видим, что все получается наоборот. самые святые люди поражены первыми. Поражение начинается с того места нигде осквернение имени Всевышнего, не там, где стоял или хотя бы в духовном мире остался стоять этот ужасный идол, который установил Миноше не там, не оттуда, а нигде осквернение имени Всевышнего, а от места, где освещается имя Всевышнего, где говорится песня Всевышнему. Дальше спрашивается, что это за шесть людей, говорится, что это люди гнева и так далее. А мы с вами вот что говорим. Почему именно Тав? Сейчас мы вернемся немножко к тому, что не осталось неясным. Почему именно Тав? Сказал Раф, Тав, буква Тав означает Тихье, будет жить и Тав также означает Тамуд. Мы помним, что для этого есть разные чернила, чтобы отметить жизнь и отметить смерть. Шмуэль сказал, что Тамас Худ Абот закончились заслуги отцов и ничто народ от своих заслуг нету и ничто народ не защищает. Рави Ханан сказал Тахун Худ Абот немножко тоже про заслуги отцов. Реш-Лакиш говорит интересно, может быть, мы с этим уже встретились в Годи раньше, Тав Сов Хатамо Шэль Акадусь Баругу. Тав это завершение печати Всевышнего, завершение печати Всевышнего, так, как сказал Рави Ханина, что печать Всевышнего это слово имет. И вот Тав это как бы конец, конец, самый конец, или, как говорят, истина в последней инстанции. Тав означает истину, имеется в виду, что все предыдущие этапы истины или приближения к истине уже пройдены. Тав это истина в последней инстанции в глазах Всевышнего. Теперь остановимся, подчеркнем несколько моментов. Я думаю, что общая картина, она понятна. Что с точки зрения небес основная ответственность возлагается на праведников, которые не попытались исправить, не попытались исправить ситуацию. Есть обязанность остановить преступление. Это общая обязанность, которая записана в книге Дворим в главе Ницавим «Анистародда, Гошема, Лукейну, Вагниглот, Лану, Новомейну», скрытое Богу Всевышнему нашему, открытое нам и нашим детям на веки веков. Имеется в виду, что скрытые преступления за них наказывает Всевышний сам. Мы не можем отвечать за это. Я говорю общую картину, мы как-то разбирали более подробно, но общая картина, за скрытые преступления мы не отвечаем, а то, что происходит на наших глазах, мы за это отвечаем так, как будто мы сами совершили это преступление, если мы не попытались его остановить. И это то, о чем здесь постоянно говорится и в тексте, и потом развертывается в Гаде. Мы с вами можем добавить такой момент, что если речь идет о частном человеке, об отдельном человеке, который делает что-то неправильно, нарушает субботу, то здесь нет обязанности увещевать его без конца, и уж тем более с риском для жизни. Мудрецы спрашивают, до каких пор человек обязан увещевать другого. Говорится, до тех пор, пока он его не ударит. Может быть, есть и другие мнения, что надо еще раньше остановиться, пока он его не обругает, и надо не доходить до этого, а надо остановиться немножко раньше, и уж понятно, человек не должен рисковать своей жизнью для того, чтобы увещевать другого. Но здесь мы можем представить себе ситуацию, эти люди, они видят, что происходит с Еремиягой, Еремиягой уже в яму бросают, откуда его потом в яму с глиной, откуда его потом с трудом вытаскивают, то есть эти люди могут увидеть все это и сказать, ну куда же мы, пойдем. Дело в том, что в тот момент, когда речь идет о судьбе всего народа, тут как бы как всегда, когда речь идет об общих вещах, не говорю, что это глобальное правило, но где-то примерно, когда речь идет об общих вещах, о всем народе, принцип пикув нефиш, опасность для жизни, отступает на задний план. И мы это с вами можем видеть из Истер. Мордыхай посылает Истер к Ахашвирошу с огромным риском для нее, потому что она говорит, что всякий, кто войдет подбор, и он не был зван, его убивают тут же. И Мордыхай ей говорит, если думаешь спастись в этот момент, то спасение придет из другого места, а дом твоего отца погибнет. То есть он предупреждает ее, что это обязанность, не просто хочу или не хочу. И Истер идет на это со словами Ахашира вапки, а я как пропала, так я уж пропала. То есть она по-простому смысле, она просто ожидает гибели. И это когда речь идет о спасении всего народа тут, как на войне, как на войне, тут не считаются уже с опасностью для жизни. И поэтому здесь у этих праведников нет оправдания, как же мы пойдем, как же мы пошли, нас схватят, нас свяжут, или просто на месте на месте убьют, объявят предателями, как Керемиягу, скажут «Леказдима Тануфэль», «Ты халдеем ты хочешь перебежать», и хватают его. Так нам тоже скажут, что это же обстановка военная, нам скажут, что вы предатели, вы как бы подрываете дух народа. поэтому мы сидим и отдыхаем в комнате, и мы видим, что нет этого оправдания здесь, а как бы само собой понятно, что если речь идет обо всем народе, то человек не может оправдаться тем, что это опасность для него самого. Скажем, ну и может быть в последний момент мы постараемся что-то с вами здесь обсудить, посмотрим, есть ли вопросы. Скажем, это буква ТАВ, переводится, ТАВ можно перевести как черта, близко к слову КАВ, черта, можно сказать последняя черта, и она не случайно как бы последняя буква алфавита, мы видим, что и последняя буква в слове ИМЕТ, и последняя буква в слове алфавита, ТАВ последняя черта, за которой есть обязательно есть какое-то возвращение к началу, потому что нет такого понятия как бы конец и все, за этой последней чертой есть возвращение к началу. Можно разобрать само слово имет, Маорал его разбирает слово имет, отмечая несколько моментов, но я не думаю, что нам сейчас в это нужно углубляться, потому что общая идея, что есть взгляд Всевышнего, есть взгляд обычного суда, есть взгляд ангелов, которые все-таки остаются как-то на более-менее частном уровне, как бы смотрят с такой более-менее частной точки зрения, есть взгляд Всевышнего, который смотрит глобально, и глобальная истина перед ним, и тут уж берегись, если эта истина проявляется в суде, тем более в ее последней инстанции, как буква ТАП. Здесь я готов немного остановиться, посмотрим, есть ли у вас какие-то вопросы, давайте я, если есть что-то спросить, то пожалуйста можем обсудить, если у нас останется время, извинимся дальше. Равзеев, получается, что в данном случае ангелы отслушались приказания Всевышнего, что как бы по определению быть этого не может. Значит, это то, о чем я говорил, я понимаю, что эта идея, которую трудно усвоить, она не и не входит как бы с первого раза, все, что здесь говорится, к этому нужно представить слово как будто, потому что если показывается картина, я бы грубо назвал это кино, боюсь быть вульгарным, допустим, как говорят лицорах и нян ради дела назовем это кино, из которого он должен что-то понять, он должен понять, он должен понять, насколько, что у города нету никакой основы для спасения, и человек, такой, как Искель, он будет кричать, ну, как же есть там праведники, да, и эта картина как бы ему показывает, как бы говорит, ну, давай проверим, давай проверим с этой точки зрения, давай проверим с этой точки зрения, да, и вот посылается ангел, которому дается задание, ангел не все понимает, и он с полным вдохновением и воодушевлением исполняет это задание, да, вот как бы надеясь тоже, как ангел, лицо, как бы заинтересованное в сохранении какой-то духовности, он с полным воодушевлением исполняет это задание, надеясь, что кто-то останется в живых, и вдруг, да, и вдруг никого не остается в живых, почему? Потому что вступает в силу Суд Всевышнего, суд абсолютный, абсолютная истина, и по этому суду праведники, если они и не виноваты больше всех, то в каком-то смысле они являются изначальной, изначальной причиной этой духовной катастрофы, и с них начинается наказание. Это то, что мы себе можем представить. То есть, как бы ангелы ходят, рассуждают, кого-то отмечают сами, кого-то не отмечают сами. это все кино, из которого нужно что-то понять. Понять уровни суда, понять ответственность тех людей, которые не возражают, понять, что есть истина в последней инстанции, и в данный момент Всевышний, который не пускает в ход эту силу суда, истины в последней инстанции, он в данном случае допускает эту силу, пускает силу в ход, и Ярушалаем, и его жители судятся как бы по абсолютной мере суда. Это задача этого кино, а не то, чтобы человек, пророк представил себе, что кто-то куда-то пошел, где-то пронеслась какая-то колесница с одного места именно на другого, упаси Бог, чтобы эта колесница там не сидит пророк Ильяву, и поэтому на небе гром, упаси Бог, что были такие представления, колесница никуда не понеслась, никуда не переехала. Это язык образов, язык образов, из которых пророк должен понять строгость суда, которые происходят и ответственность праведников за все происходящее. Это то, что можно сказать. Спасибо. Что-то я очень рад, что у нас с вами идет такой разговор, потому что этот разговор предельно важный и предельно серьезный. Я уж не говорю о том, что мы должны понимать свои тексты, потому что они нам даны. Как у каждого текста есть свои какие-то правила прочтения, какой-то фон, который засчитывает за ним. У нас так это особенно, это устная тора, все. Нам важно прочитать эти тексты. И вдруг мы сталкиваемся с тем, что многие вещи просто не объясняются, а многие вещи не объясняются, потому что они кажутся само собой разумеющиеся. Они не само собой разумеющиеся. Надо как-то их прокрутить в голове. Я очень рад, что мы с вами этим занимаемся. Первая задача это прочитать тексты, а вторая задача очень высокая. Я думаю, что скажем, кто-то говорит о возвращении пророчества и хочет открывать даже школу пророков. Я совершенно не против, но самое главное для того, чтобы вернуть пророчество, это прочитать пророческие тексты и понять те правила, по которым здесь создаются образы, если так можно сказать. Хорошо, я останавливаюсь, пожалуйста, если кто-то можно спросить еще, хочется спросить что-то, я постараюсь ответить. Если вопросов нет, то у нас осталось немножко времени, мы можем попытаться с вами сдвинуться дальше. Если можно сказать, я все-таки меня это вопрос тяготит. Я понимаю, что это с точки зрения абсолютности, божественности прививленности, которую мы можем вообще до конца не понимать, и даже Медат-1 как бы тоже затрудняется, не случайно затрудняется, потому что мне кажется, что человеку трудно это понять, про ответственность людей, которые откуда они знали, откуда они знали, что они не смогут воздействовать. конечно, они знали, потому что даже пророк Ремиял, который известный пророк, тоже не слушали. И если там был пророк Захария какой-то, который убили, так известно, что он то же самое пророчество, который не был такой известным. Раньше это в первом храме, но не важно. Это первый храм. Не-не, там упоминается в книге Ремиялу, упоминается пророк Захария. Это царь Йоаш, этот пророк Захария это сын Йояда. Это время, не важно просто так в скобках в смысле. В общем, как бы да. там не ну вот простой человек. Мы просто почему это? Это все так близко наше. Мы это все как бы проходили, мы в этом жили, в такой реальности, где тебе понятно, что ты выйдешь на площадь, чем это кончится. То есть я как бы лично знакома с людьми, которые выходили на площадь, и лично знакома с людьми, которые пытались что-то сделать, там сама что-то такое делала, но реальность, в которой действительно ты можешь открыто выступить против или кого-то убеждать, или что люди на самом деле она очень сомнительна, что ты действительно что-то можешь сделать, как можно за это наказывать, очень трудно себе представить, или действительно мы должны сделать вывод, что сегодня человек, который не выходит на площадь в России и не протестует, он виноват. Это страшно такое сказать, просто я понимаю, что те, кто выходит, они герои, но нельзя же требовать всех, чтобы все были герои. то есть это меня заботит. Я очень хорошо понимаю вас. Прежде всего, я бы не стал переносить это на Россию. Сначала надо разобраться самим собой, потом переносить на Россию. Мы знаем с вами, что если речь идет о Бнейнох, то там действуют другие правила на Бнейнох, никто не требует самопожертвования, ни в коем случае. Ни в коем случае. Это было бы неправильно просто пытаться что-то исправить с самопожертвованием для себя. И это все-таки больше относится к нам или, по крайней мере, здесь прежде надо разобраться, прежде чем переноситься в Москву, куда мне совершенно сейчас не хотелось переноситься физически, по крайней мере. Я думаю, что здесь во-первых, первый момент, об этом надо подумать. Об этом надо подумать и представить себе, что у человека есть ответственность не только за себя, не только за исполнение своих личных заповедей, у него есть ответственность и за то, что происходит вокруг, и за все общество. Это можно представить себе хотя бы теоретически, потому что это важно, иметь это в мозгу, иметь в сознании свое, иметь это в своем сознании. И никого нельзя толкать на самопожертвование, это понятно. тут границы этого протеста в той или иной ситуации, это в общем-то решение каждого человека, до каких пор он хочет идти, способен идти, считает правильным идти, но общий взгляд на вещи, нужно представить себе, что есть ответственность, перед небесами, и этот момент появляется не один раз. В появляется Агада про Агада про Авнера и Амасу, которые находились с Шаулем в тот момент, когда он приказал убить священников города Ноф. И они отказались, они сказали, что они не будут это делать. А тогда он поручил это Дойгу, и тот с сыновьями он перебил священников города Ноф. Говорится в Гемаре дальше, что почему Авнер и Амасу в дальнейшем погибли, потому что они недостаточно протестовали. Они были офицерами, они могли своим солдатам приказать не участвовать в этом, воспрепятствовать этому, они недостаточно протестовали. Это подход Гемары. Теперь хотите делайте со мной что хотите, но я же обязан вам это сказать. Как это применяется практически, очень многое отдано самому человеку. Есть вещи, которые можно сказать делай так и не делай так. а есть вещи, которые человек должен оценить ситуацию и, исходя из этой ситуации, действовать. вы говорите про демонстрации, я приведу свой личный пример, я прошу прощения, ни в коем случае не хочу выставлять себя праведником или чему-то подобное, честное слово, не держу себя за такого, как говорят, за кого ты меня держишь, вот я себя ни за какого права не держу просто и скажу вам такой момент, что а почему себя? Я думаю, что не надо себя даже, да? Вот мне пришел в голову другой пример, да? Рав Горен на светлой памяти перед Осло, откуда уже не было живых, перед Осло, перед заключением договора Осло, он подставил своих учеников рядом с его Ешивой, рядом с Ешивой Котель, и перед камерами сказал, что нету права исполнять незаконные приказы, а выселение еврея с земли Израиля на любой территории силой, это является незаконный приказ, как с точки зрения Торы, так и с точки зрения государства. Это то, что он произнес, он практически был единственный человек, который в открытую выступил с таким заявлением. Скажем, другие промолчали, у них были разные соображения, это ударит по их Ешиве, закроет Ешиву, это приведет к неприятностям с властями. Теперь никого нельзя никуда толкать, никого нельзя обвинять, но нужно понимать, что происходит. Человек, который сделал таким образом, он поступил правильно, он решил, он принял решение, он поступил правильно. про себя все-таки скажу, тоже не честное слово, просто во время Итнаткута, я был семьей в Санури, последнее поселение в Северном Шамроне, которое эвакуировали. Дочь мою арестовали, и вот меня позвонили с русского радио, по-моему, с РЭКа, с РЭКа, да, с РЭКа, позвонили с русского радио и стали задавать вопросы, а почему дочь арестована. Вместо того, чтобы отвечать на вопросы, я просто в открытом эфире призвал русскоговорящих солдат не исполнять приказ выселять, выбрасывать людей из домов. И сказал, что это большая ответственность, которую они берут на себя, и этого делать не нужно было бы. Успел сказать несколько слов, прежде чем выключили микрофон. И понимаете, вот так, сейчас, выйти, сюда, так, сюда, эти вещи, они не работают, здесь нету конкретных ответов, но у человека должно быть сознание, осознание того, что говорится в Торе, как на это смотрит гемак, как на это смотрит пророк, тогда, когда он окажется в какой-то ситуации, он будет принимать решение. А если он это не понимает и не знает, если он к этому психологически не готов никоим образом, он всегда промолчит, в любой ситуации, он всегда скажет, зачем мне это надо, зачем мне, как говорят, лезть, и цель нашего изучения, насколько я понимаю, как я уже подчеркивал неоднократно, это не выучить конкретную галаху и пойти сейчас что-то исполнить, то, что часто очень звучит, а вот как сделать, а как это. Наша задача понять тексты, понять идею, понять тексты в связи с нашей устной традицией, в связи с гемарой, понимать, что происходит. Дальше, да, и нету здесь четких границ, нету четких границ, когда нужно бросаться со скалы, а когда не нужно бросаться со скалы, это все в руках человека, в его понимании, но понимать, что есть такая заповедь, сказать, не промолчать, и что есть ответственность, если ты молчишь, это надо понимать, это надо понимать, дальше нужно оценивать ситуацию и каждый приступает по-своему, как он поступит, это правильно, правильно, никто его не может осудить, этот взгляд, как мы видели, этот взгляд с точки зрения небес, это не человеческий суд, это не человеческая оценка, но человек должен понимать, что есть вот этот план, есть этот план требовательности небес, сделать все, что ты можешь для того, чтобы сказать, для того, чтобы объяснить, для того, чтобы не промолчать, это то, что можно здесь сказать, вот, и понятно, что вопрос очень непростой, так хорошо, что хоть мы его подняли, подняли, хорошо, что мы понимаем, о чем идет речь, а так, как бы, очень часто изучение проходит на уровне пошел он, и пришел он, и присел он, и привстал он, да, слава богу, мы хоть поняли, о чем идет речь, и поняли, как к этому геморрот относится, хорошо, что-то хочется еще спросить, окей, ладно, тогда, может быть, мы здесь остановимся, у нас, как бы, времени не так много, то уже и осталось, чтобы начинать новую тему, да, вот, и просто я бы был очень рад, если бы, как бы, в свободное от работы время, мы все подумали и попытались бы прокрутить в голове еще раз эту очень сложную сложную тему, но я хочу вас поздравить с тем, что мы, по крайней мере, прочитали текст, да, если даже нам не все выводы понятны, или мы не со всеми выводами согласны, мы с вами прочитали текст, слава богу, хорошо, ладно, я желаю всем успехов, надеюсь, уже жду следующей встречи с вами, вот, и продолжаю продолжаю работать над книгой Малахимбет, надеюсь, что и там будет очень-очень много моментов, которые, как бы, высветятся неожиданно. Спасибо. Да, спасибо, Равзиев. Всего хорошего. Спасибо, Равзиев.